Да, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня у нас будет такая вот распаковочка и краткий обзор вот такого вот аудиоинтерфейса от фирмы Perringer. Приступим к распаковке. Да, вот он непосредственно сам аудиоинтерфейс у Foria UMC202HD. Была простая версия без HD. Я не знаю, честно, чем они отличаются. Так, это у нас именно аудиоинтерфейс с двумя XLR, комбинированными XLR-разъемами. Так, вот она сама, значит, коробка. UMC202HD. Аудиоинтерфейс 2х2, 24-битный. Что очень важно, поскольку есть аудиоинтерфейс. Да, это я брал на Bistoke. Скажем так, новый товар, но один раз распакованный, но при этом с хорошей скидкой. Мы быстренько распакуем. Так, хлобыть. Да, вот. В данный момент я озвучиваю закадрово при помощи этой аудиокарты. В первый канал вставлен микрофон от фирмы Behringer. Динамический микрофон. Так, у нас тут сама макулатура. Вот они, есть различные. Да, наклейка, как всегда. Различные аудиоинтерфейсы. Можете ее на лоб приклеить, как хотите. Да, бывают желтенькие наклейки, кстати, которые присылают. С микрофоном мне этого не шло. Так, Быренько мы откроем его. Распакуем. В принципе, все должно быть предельно аскетично, поскольку там ничего особо быть-то не должно. Вот она, коробка пустая. Сбоку у нас должен быть, да, вот он, USB-провод, как у принтеров, да, такой. Сейчас покажу, так-то мы распакуем. И как видите, все запаковано. Он, в принципе, новенький, без царапин, без ничего. Кто-то, видимо, по ошибке заказал. Хотел, наверное, другую версию. Ну, или просто передумал. У меня лично, у самого такое частенько случается. Так, сейчас мы это все Быренько снимем. Ага, то есть, вот он, весь из металла. В принципе, все аудиоинтерфейсы от фирмы Behringer, кроме первой версии, делаются из металла. Первая версия из пластика. Самая базовая, она там ничего не стоит практически. Так, это у нас выходы. Это у нас фантомка. То есть, выключено. Это у нас какой-то... Вот он, кстати, да, USB-порт. Там у нас какой-то был... Так, вот он, целиком из металла. Такой очень холодненький, приятненький. Спереди у нас крутилки гейна. XLR-разъем первый, второй комбинированный. Туда можно также вставлять джек, кто не знает. Так, и частота дискретизации 192 кГц. Это у нас инструментальный или линейный выход переключения. Это у нас пат, наверное, для педали. Так, гейн, один, второй и директ мониторинг. Поскольку можно вставить туда наушники. У меня есть такая официальная прибуда. Вот такая, для простых наушников. Поскольку студийных наушников у меня нет, мне придется пользоваться своими. То есть высокоумных наушников у меня не имеется. Но и как бы вот так вот это все вставляется. И туда можно простой мини-джек теперь вставлять. Да, вот такой вот аудиоинтерфейс нам поступил. Скажем так, это не самый бюджетный вариант. Есть гораздо хуже от Behringer. Это у нас 24-битный интерфейс. Есть 16-битный с одним разъемом XLR. С комбинированным. Или, по-моему, нет, с комбинированным точно был. С комбинированным разъемом. Но этот вот пишет 24 бита. И у него два комбинированных разъема XLR. Да, такого качества аудиоинтерфейс у конкурентов будет стоить в два раза дороже. Как минимум. И за эту цену, за которую я отдал за этот аудиоинтерфейс, вы сможете в лучшем случае заказать какую-нибудь хрень с Алиэкспресса. И то не факт, что это будет лучше. Так что, с моей точки зрения, это такой наиболее оптимальный вариант с заделом на будущее даже. И, скажем так, цена-качество. Надеюсь, распаковка и обзор вам понравились. Желаю вам всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok